Масочный режим с соблюдением полутораметровой дистанции в регионе сохраняется. Тем не менее, культурной сфере дали новый глоток кислорода. Послабление касается предельной загрузки залов. Уже на сегодняшний день имеем возможность без согласования регионального штаба вести театрально-концертную деятельность спокойно с загрузкой до 50% залов. А вот если мы хотим, чтобы то или иное мероприятие прошло при 70% загрузке зала, мы такие мероприятия должны обязательно согласовать с региональным штабом по противодействию коронавирусной инфекции. По словам министра, ни одно культурное учреждение зрителей не потеряло. 2020 год больше отразился на экономике учреждений культуры. Поставленный план выполнен лишь наполовину. Планировали заработать 140 миллионов рублей, а получили в два раза меньше. Но губернаторам и правительствам региона было принято решение оставить объем субсидий прежним. При этом был скорректирован и план. Более того, из резервного фонда правительства Ульяновской области на выпадающие доходы учреждениям культуры возместили в объеме 27 миллионов рублей. Это позволило не снизить заработные платы сотрудникам государственных учреждений культуры. Уникальность нашей ситуации в том, что мы понимали, что нам не о чем беспокоиться. То есть у нас сохранена заработная плата, мы можем спокойно работать, строить планы, надеяться. И самое счастливое наступило в сентябре, когда мы поняли, что наши мечты стали сбываться, потому что мы открыли сезон. Разумное отношение к театру сохранило боевой и творческий пыл актеров. Их желание дарить незабываемые минуты хорошего настроения. И зрители это ценят. Билеты проданы на все спектакли практически за неделю. Данная ситуация касается и концертной деятельности региона. Только за первый месяц текущего года более 16 тысяч зрителей посетили театрально-концертные организации. Жизнь постепенно возвращается в прежнее русло. В планах на весну, по словам министра искусства и культурной политики, проведение в марте 3-го регионального архивного фестиваля «Архивный хронограф» и фестиваля театров «Лицидей». 1 марта стартует международный музыкальный фестиваль «Мир, эпоха и имена». В этом году он поменяет свой формат, пройдет в три этапа. Будет не только весенним, но и летним и осенним. Также началась подготовка к 12-му международному кинофестивалю имени Валентины Леонтьевой от всей души. А Ульяновский симфонический оркестр готовится к гастролям в Японию. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Унправда ТВ.